Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке» — подкаст нашей теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы будем в это тихое межсезонное время говорить о том, что происходит в теннисе. И сделают это для вас Николай Саприн и Вадим Кольцов. Всем привет! Привет всем! Привет, Коля, тебе! Привет, Валя! Отлично! Ну что, сейчас такое тихое время, когда все заняты подготовкой и последние приготовления, потому что на следующей неделе уже, в общем-то, начинается теннис. Ты знаешь, я поймал себя на мысли, что раньше, как мне кажется, отпуск у теннисиста был куда более выражен. Ну там, в их постах, в соцсетях, они все публиковали, как правило, фото свои с пляжей, там, с каких-то морских прогулок. А вот так, чтобы вот в этом году мы такое видели в большом объеме, я, если честно, не припомню. Потому что такое ощущение, что играют вот до сих пор. Скоро сезон начинается, они играют до сих пор в выставочные турниры, там, турниры, там, женские, например, 125, мужские вот недавно только-то, только последние закончились. В общем, ощущение такое, что вот как в футболе эта проблема существует, когда говорят, что календарь становится настолько плотным, что не найдешь окошко, что все это сказывается на интенсивности, зрелищности матчей, здесь точно то же самое. Все уже сколько жалуются, что, слушайте, сколько турниров, сколько матчей, мы никак не можем отдохнуть, а как приходит пора отпуска, они не отдыхают. Они продолжают поигрывать или тренироваться, там, нарабатывать уже базу на следующий сезон. Ну, в общем, опять-таки, пока теннис только снится. Да, я с тобой здесь соглашусь. Раньше, действительно, сезон закончился, и вот ощущение, что черта наступила, пауза. А сейчас то, о чем ты говоришь, ну, я могу только просто немножко перефразировав, повторить твои слова, при этом сделать акценты, во-первых, да, на то, что женский сезон, получается, он завершился официально, но по большому счету только в воскресенье. Все-таки 125-тысячник, ну, я считаю, это относительно крупный турнир. Это не фьючерс, на котором ты 10 очков можешь заработать. Это турнир, на котором можно настолько свое рейтинговое положение поправить, то есть представить, если теннисистка находится где-то в топ-150, все как бы уже закончили играть, и ты начинаешь один за другим играть и выходить в решающей стадии вот этих 125-тысячников, да там можно суммарно разжиться, ну, смело очков на 300. И многие так играли. Да, многие так играли. Вот Диан Пари, которую мы упоминали, Эрика Андреева, вот в первую очередь, потому что, да, все-таки так высоко, как хотелось бы забраться Эрике, у нее не получилось, но при этом финалы, полуфиналы, вот опять же турнир в Лиможа, который был... Там она в финале, кстати, не вышла уже. Полуфинал. Да, в полуфинале две россиянки играли, Анна Блинкова и Эрика Андреева, но обе своим соперницам проиграли, и в итоге получилось в одиночке без россиянок финалов. Но вот зато в паре, да? Да, в паре Кристина Букша. Или Букса. По-разному, да, очень много вариантов фамилии, произношений ее, хотя испанка, хотя она. Вот, а у нас Яна Сизикова играла, мы про Сизикова, в общем, мало когда вспоминаем, но, опять-таки, вот если следить за теннисом, уже очень пристально, и за парными турнирами тоже, она очень часто играет в пару, и как бы то ни было, результат у нее очень неплохий, как правило. Вот, тем более еще и финал на WT-125. Я думаю, что это в любом случае для Яны очень такой достойный результат, она такая опытная спортсменка, тем более она играла с разными напарницами по ходу сезона. Вот с Букша, пожалуйста, выиграла, это здорово. Ну и вот, получается, да, закончился наконец-то женский тур, а уже новому сезону начинаться вот-вот. То есть, по большому счету, это пауза сколько? Ну, полторы-две недели. А если еще и взять те же выставочные турниры, которые в последнее время, ну, на них очень большая мода пошла, то есть и получается и вовсе. В конце прошлой недели еще и UTS был, где Андрей Рублев снова показал, что не умеет он играть в теннис для развлечения, хотя подача с руки все-таки была. И даже Бенуа Пер, его соперник по тому матче, ему пятюню отбил за вот эту подачу с руки. Но когда я смотрел повтор подачи с руки Рублева, ну, это выглядело, знаешь, вот как будто человека просто заставили сделать то, чего на самом деле, что ему делать не по душе. Андрею проще 210 какие-нибудь подать в этой же самой ситуации, полностью быть мотивированным, полностью заряженным на эту подачу, чем вот поиграть и выполнить подачу с руки. Ну, кстати, несмотря на свой заряд и такое классическое для Рублева очень деликатное отношение к делу, профессиональное, в этот раз не выиграл. Андрей? В полуфинале он проиграл. Он, по крайней мере, в полуфинале вышел. Ну да, это, конечно, результат. И опять же, вот все мы говорим, что Рублев переигрывает, что он слишком много играет. И вот и здесь я смотрел фрагменты матча Андрея, ну и складывалось ощущение, что вот как будто межсезонья какого-то и отдыха для Рублева и не было. Да, я видел фотографии, есть, где они с Даниилом Медведевым там на гоночных карах погоняли. Ну да, да, да. Тоже, кстати, вот слава Синера не дает покоя, потому что, как знаешь, да, Синер вроде как заключил соглашение с Формулой 1. И его, как истовый итальянца, да, всем известно, что одна из главных марок и команд Формулы 1 это Феррари, но, разумеется, тут очень тепло встречали. Я не думаю, что Формулу 1 в ближайшее время заключит контракт с россиянами подобное, да, вот теми же нашими теннисистами, но они лично раз показали, что автоспорт они очень любят и, в принципе, если что, не проще погонять сами. Но, возвращаясь к Андрею, как бы потом вот не было там вот всех этих интервью многочисленных и во время чемпионата Австралии, где бы он говорил, что устал, потому что опять усталость, он играет постоянно, значит, итоговый, пожалуйста, значит, в Санкт-Петербурге турнир был, пожалуйста. Здесь выставочный, пожалуйста. Я допускаю, что он там еще где-то играл, в любом случае он тренируется, ему нет покоя. Без дела он точно не сидел. У него же еще и личный бренд одежды вышел. То есть, соответственно, он и в этом вынужден был. Ну, вынужден или там по своему желанию. Даже его открывать. Да, но он же фотографировался, например. То есть это, опять же, при условии, что все это в разных городах происходит. Санкт-Петербург, Лондон, там, Италия. Все равно тебе нужно быть все время вот в этом рабочем тонусе. Самолет, перелеты, гостиницы и все такое, такое, такое. Вот действительно нету ли у Андрея потребности, ну, вот банально отлежаться там недельку на каком-то отдыхе более классическом и более привычном, когда ты можешь вот отключиться от всего и просто хотя бы неделю-две, ну, ничего не делаешь. Вообще все нам нужен такой отдых. Ну, естественно, но я допускаю, что теннисистам, которые все-таки круглый год играют, как почитаются, да, и все-таки живут в туре, переездами все время лета, все равно же мы видим, что каждую неделю, все 52 недели никто не играет. Окошко нет, нет, и кто-то выберет по ходу сезона. Поэтому я допускаю просто, что это стремление Андрея, как и многих других, на самом деле, тех, кто играет сейчас, там, по разным причинам, каким-то образом постоянно быть в тонусе. Может быть, это и поможет, потому что, в принципе, если мы говорим о начале следующего сезона, как и любого другого, чемпионат Австралии, там же очень много результатов сенсационных. Почему? Потому что, как правило, считается, да, вот сезон только-только начинается, не все успели набрать форму. А вдруг действительно дорогу осилится лучше тот, кто в более серьезном игровом тонусе находится, как это, например, сейчас делает Андрей. Может быть. Я не знаю, насколько это вот эксперимент или эксперимент Ли, думает ли об этом Андрей или не думает, но мы все увидим в январе. Но штука в том, что, опять-таки, хотелось бы пожелать ему тогда еще и сил, потому что далеко не каждый теннисист, я не говорю про его возраст, но все равно 26-27 лет, сознательно так себя горнило всех этих испытаний, мини-турниров, выставочных турниров бросает. Он бросил. Ну, его право, конечно. Конечно. Мне казалось всегда, что самые такие рандомные результаты на US Open, а не на Australian Open. Мое личное мнение, на Australian Open мне, наоборот, кажется всегда турниром с самыми закономерными результатами. Так было раньше. Ну, я уже это говорил в наших предыдущих выпусках, потому что все отдохнули, все подлечились, все соскучились по теннису. И с места в карьер, то есть на новых, на свежих силах, на эмоциях, восстановившись, все показывают свой практически лучший теннис. Ну, конечно, с поправками там на то, что кому-то жарко, кому-то австралийский климат не очень подходит, кто-то на часовые там пояса не перестроился. Хотя все равно это уже, ну, это можно назвать актуальным, если ты только-только приехал вот перед началом австралийского турнира. Ну, обычно же все в Австралии находятся уже или в какой-то приавстралийской территории, как Новая Зеландия там или Новая Каледония. Все находятся с начала января, поэтому, конечно, уже к началу Australian Open уже и акклиматизация, и смена часовых поясов, все это уже давно прошло, и уже в меньшей степени, да не в меньшей степени, а практически уже не влияет на игроков. Куча примеров, на самом деле, можно принести обратного, да, хотя они, наверное, больше из прошлых лет, там, не знаю, финал Australian Open с участием Цунга, финал Australian Open с участием Багдатиса. Да, из свежих примеров полуфинал, кстати, вот, Аслан Каратцев, когда он фактически не успел там закончить предыдущий сезон, пришлось играть в квалификацию, вот эти пандемийные времена, и действительно он был в хорошем тонусе. Может быть, это тоже сказалось в его восхождении тогда в полуфинал. Но в любом случае, ну, посмотрим, как будет сейчас. Сейчас действительно очень любопытно наблюдать за тем, как тихонечку мы уже перемещаемся мысленно в Австралию, потому что, так или иначе, уже публикуются списки участников тех турниров, которые будут в Австралии на первой неделе. А не забывайте, да, там 1 января, это понедельник, то есть уже с первых же дней Нового года будет все очень активно, эмоционально на австралийских квартах. Мне никогда не казалось, что тот же финал Цанга или Багдатиса, ну, это какие-то, знаешь, ну, незаслуженные результаты. Все-таки Цанга — это игрок, который много лет стоял в топ-10, стабильно в ней был, не вылетал и, ну, очень хорошо играл. — Давал бой топам, скажем так, по совокупности своих многолетних результатов на один финал турнира «Большого шлема» я считаю, что Жона играл. Просто получилось так, что он в этот финал вышел. Это получилось самое начало его карьеры, он вышел в финал. — Ну, конечно. — А дальше уже просто в финалы не выходило, хотя полуфиналы у него были. — Но тогда это была неожиданность? — На тот момент, ну, может быть, да, хотя вот даже, как я вспоминаю этот «Австралия Ноупен», это 2007 год, по-моему, в финале «Новаку» он проиграл. И в первом круге Цанга обыграл тогда первый или второй круг, он обыграл Маре. Хотя Маре, конечно, тогда уже был фаворитом этого матча. Но вот мне и тогда эта победа над Маре не казалась чем-то выходящим из ряда вон, потому что Цанга, действительно, он был очень хорош. Просто это уже потом теннис структурировался таким образом, что есть большая тройка или большая четверка, и, в общем-то, они никого к себе не подпустят. Тогда же все-таки времена были другие. Надаль еще был не так хорош на быстрых покрытиях. Федерер все-таки вот эти моменты нестабильности, они у него всплывали время от времени по ходу карьеры. «Новак» тогда еще тоже был «Новаком» без единого шлема, а не с 24. И в те времена, все-таки, если, ну, две первых, третьи нулевых, ну, сколько там всяких результатов было, на самом деле, к которым, мне кажется, можно прицепиться гораздо сильнее, как финал Мартина Веркерка на Ролан Гарос, победа Гастона Гаудио на Ролан Гарос. Да, то есть такого, на самом деле, много всего было, что действительно было очень неожиданно. А вот «Санга» получилось, да, мне кажется, он просто такой старт карьеры дал себе этим финалом, а дальше уже, скажем так, ну, на этом багаже и шел, имея вот за плечами один финал. Ну, вот с «Багдатисом», конечно, не так все однозначно. Его выход в финал, мне кажется, более неожиданным. И в дальнейшем, конечно, к финалам шлемов он никогда не приближался. И, ну, наверное, можно сказать, он всего себя тогда вот выплеснул на этой Австралии. Вот, кстати, еще Фернандо Гонзалес, тоже игрок, который в финале был. Ну, вот, не знаю, насколько я помню, так вот ложилось действительно в памяти, Гонзо ведь все-таки заработал это право уже там многолетними выступлениями. Он уже, в общем, позиционировался как очень раскрученный, яркий игрок, игрок топ-10 на разных покрытиях, причем он там здорово работал, особенно на харде. Поэтому Цанга, вот, если можно, зацепились как раз языками за него. Почему он был неожиданным как раз в Цанга? Потому что он давал большую надежду по иниорам, потом была большая травма. И он как раз в возрослый тур попал с некоторым опозданием. За год до этого в первом круге проиграл, но проиграл там Родику, по-моему, в четырех сетах. Ну, в общем, очень достойный теннис показал. Поэтому, в принципе, к чему-то он был готов, но не к финалу. Но я к тому, что, действительно, все равно в первой неделе сезона, на мой взгляд, все равно сенсации достаточно, если брать еще первые круги. Мы сейчас, опять-таки, не будем зацикливаться на финалах. А если вспоминать, там, не знаю, историю 80-90-х, начало даже нулевых годов, то все равно там неожиданных результатов, в том числе финалов, полуфиналов, хватает. Я к тому, что, может быть, вот та игровая практика, которая сейчас есть у многих, опять-таки, это в большей степени касается игроков второй половины топ-100, но все равно есть и другие, вроде Андрея Рублева, которые сознательно на это идут. Может быть, действительно, это поможет. Но как бы по ходу сезона не брать больше пауз после этого? Потому что, конечно, после таких напряженных отрезков они, нет-нет, да, будут необходимы. Ну вот паузы, конечно, это то, что... Андрею это только то снизу, я согласен. Андрею, да, очень тяжело дается вот это вот взять и сделать для себя какую-то паузу. Какое-то нереальное просто... Не то, что даже это трудолюбие, это, по-моему, больше к трудоголизму, когда человек патологически не может быть без дела. Можно оценивать это как угодно. Конечно, в каких-то глобальных моментах это хорошо. Просто думаешь, как бы не привело все это к какому-то истощению рано или поздно. Я не говорю даже по ходу этого сезона, там, к февралю. Я имею в виду, скорее, больше в жизненном среде Андрея. То есть, допустим, там, к 29 годам. Да? Ну, может быть. Но, понимаешь, во-первых, он сознательно это идет. Еще раз давай повторим. Во-вторых, это удивительно видеть, потому что сезон-то все-таки очень напряженный. Там будет 4 Грэнслэма плюс Олимпиада. Мы не знаем пока, опять допустят, российских теннисистов на Олимпиаду или нет. Но, как мне кажется, с 90% вероятностью допустят их, даже несмотря на то, что там вот этого критерия не хватает, участия в Кубке Дэвиса. Но, опять-таки, причем здесь Кубок Дэвиса спрашивается. Если мы сейчас говорим именно об одиночных выступлениях, в парных, например, вариациях, их просто не допустят. Потому что выступление команд на Олимпийских играх от России и Беларуси запрещено. Поэтому я думаю, что все равно нужно готовиться к тому, что сезон будет вот настолько напряженный. И если он все-таки продолжает играть, значит, действительно, ему не хватает. Значит, он чувствует в этом потребность для себя. Я могу вспомнить, вот, скажем, Евгения Кафельникова, который тоже очень часто играл. Я пересматривал его матч против Пита Сампроса. 96-й год. Да. Ролан Гарос. В полуфинале Ролан Гарос. Ну, вот буквально пару дней назад. Но я тебя не буду сейчас поднимать. Нет-нет, там мысль такая, что Евгений, наоборот, в том числе и потому играл настолько часто, что ему требовалось определенное время, чтобы войти в кондиции. Допустим, первый, второй турнир, он не сразу там зачастую мог дать результат, потому что все равно нужно было набрать форму. А у Андрея зачастую бывает не так. Он после некоторых пауз берет, вступает в игровые, в общем, достаточно успешно играет. Самое главное, вот, стабильный результат, почему он из топ-10 не упадает, что даже несмотря на то, что недопропускает отдельный турнир, а все равно он дает гарантию вот этой стабильности, выходя в четвертый финал, в полуфинал зачастую. Может быть, не завоевывая титулы. Но вот в этом весь Андрей Рублев. Значит, это, опять-таки, его потребность. И, мне кажется, к этому нужно относиться с пониманием. Но, опять-таки, хватило бы сил. По поводу Сампроса и по поводу грунта. Мы же с тобой вот недавно за кулисами как раз разговаривали насчет Пита, насчет его техники, ударов. И что-то мне захотелось разобраться в том, кем был Сампрос, освежить в памяти, кем был Сампрос на грунте в свои праймовые годы. И ты знаешь, я, к удивлению своему, обнаружил, что Пит вовсе не был такой уж прям дыркой на грунте. Я посмотрел его матч против Джима Курье, а на всякий случай это Джим Курье, двукратный победитель. Ролан Гарос. Я посмотрел его матч против Серхи Бругеры, и сразу говорю, что Сампрос выиграл и у Бругеры, и у Курье, и Бругера. И Курье — это оба двукратные победители Ролан Гароса. И более того, даже теннис, который показывал чисто визуально Сампрос на грунте, это вовсе не был какой-то теннис, не подходящий к данному типу покрытий. Он в каких-то многих моментах, да, это был теннис не классический грунтовый. Все-таки у Сампроса и вращение справа и слева — это не то вращение, которое, скажем, идеально подходит грунту, ну вот как, например, у Рафаэля Надаля. Надаль все это просто возвел в абсолют. Но его игра, Сампроса, вполне себе конкурентоспособна. На грунте и в розыгрыше, на самом деле, он смотрелся гораздо сильнее и достойнее, чем, ну как-то ты представляешь, вот Сампрос выиграл 14 шлемов, а ни одной победы, даже финала на Ролан Гарос у него нету. Значит, наверное, на грунте он играет плохо. Ну вот нет. Может быть, он не настолько был убедителен, как на других покрытиях, но он играл-то хорошо. Он забивал в том числе с бэкхенда, вот прострельные такие удары одноручные. И да, и смотришь, оппоненты, ну просто-напросто оставались на месте, глядя, как летит мяч. И вот тот, кстати, проигранный полуфинал Евгению Кафельникову, ну там же тоже было оправдание, потому что как раз именно, по-моему, перед этим у Сампроса накануне был пятисетовик, тяжелый, и как бы ни Бругееру, как раз он в этом четвертьфинале обыграл. Я сейчас все-таки хронологию точно не вспомню, поэтому, если, уважаемые слушатели, у вас есть желание перепроверить все это, перепроверьте, но все-таки Сампрос к этому полуфиналу подошел изможденным. Хотя заслуг Кафельникова я никак сейчас не умоляю, то, что он выиграл тогда весь турнир, и то, что он тогда обыграл Сампроса, и, в общем-то, в третьем сете он и вовсе разгромил, это было круто. Но, глядя за многими розыгрышами этого матча, мне казалось, меня не покидало ощущение того, что просто Сампросу за одним лишним ударом добежать просто не хватает сил. То есть идет в целом достаточно равный обмен ударами, и потом Кафельников забивает мяч, потому что у Сампроса уже нет сил добежать. Он всего себя отдал в предыдущих матчах. Ну и вот так вот. Но, тем не менее, я бы сказал, что грунтовый ПИД, он был гораздо лучше, чем сейчас, вспоминая о том, что было 25-30 лет назад, чем можно стереотипно об этом думать. Ну да, дополняя или там, может быть, как-то вводя в другую плоскость, все-таки Сампрос с подачей на быстрых покрытиях и на грунте все равно две большие разницы. Понятно, что тут можно было бороться, и тут подача не играла такой решающей роли, какая была на Уиболдоне или на Харде. Но, опять-таки, действительно там была состоявшаяся игра, которая вполне могла приносить ему успех. И много было знаковых матчей, которые он действительно на грунте выигрывал. Я помню, вот сейчас, правда, не помню, это был первый день Кубка Дэвиса, финал США, Россия, Россия-США. Да, и страшный по напряжению матч Сампроса с Чесноковым на грунте. Матч, который, по-моему, открывал тогда вообще программу того финала, когда у Чеснокова были шансы, он затянул игру в пять сетов, Сампрос в итоге выиграл. И потом он выиграл Жоу Кафельникова тоже на грунте, вот третий день решающий, когда его победа принесла сборная США Кубок Дэвис. Поэтому у него были победы знаковые на грунте все равно. Но, конечно, он играл там слабее, нежели чем на покрытиях быстрых. Возвращаясь к теме Рублева, мы же все-таки ищем аналогии, да, в таком трудоголизме, может быть, с прошлым поколением. Я не думал, что Сампрос был таким трудоголиком. Вот Евгений, на мой взгляд, подходит больше, да, для этого сравнения. А из иностранных теннисистов, в общем, даже не припомнишь, кто старался бы вот так, да, играть, 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 невзирая на какие-то проблемы, просто получать удовольствие от тенниса и набирать. Может быть, Томас Мустер, только ты вот сейчас, перед тем, как я уже хотел это сказать, ты сказал про удовольствие. Вот то, что Мустер прям испытывал удовольствие, ты говоришь, теннис у меня-то... А ты думаешь, мне кажется, Рублев тоже особо удовольствие от тенниса не получает. Ты думаешь? Ну, конечно, Андрей сейчас в России то же самое у него. Вот эти мемы, да, любимая работа, то есть это все-таки любимая работа на работу. Ну, для меня, Рублев и теннис, это все-таки ремесло, это профессия. Тут, может быть, не столько о любви речь, что просто Андрей профессионал до мозга костей. А что касается именно любить, играть в теннис, мне кажется, это столько эмоций и жизни из него высасывает. Вот эти нервы, крики, удары по бедрам себе, крики там, перекрикывания со своей командой. Ну, как слишком нервно все это выглядит для того, чтобы это было именно удовольствием. Когда человек получает удовольствие, наверное, он не нервничает. Он спокоен, он расслаблен, и ему хорошо. Когда человек весь на взводе, он кричит, ругается и колотит себе по ногам ракеткой, и не только по ногам, мне кажется, это не про удовольствие. Ну, может быть, но мне кажется, когда этот вопрос недостаточно реализации, он все-таки это чувствует. И когда он все-таки начнет что-то выигрывать серьезное, он успокоится. Сейчас пока видно, работа, которую он проделал, колоссально, вот именно работа, в ходе матча, в ходе тренировок, он действительно стал лучше в сравнении с предыдущим годом. Но вот когда придет результат, тогда мы увидим, наверное, другого, раскрепощенного Рублева, примерно таким, каким мы увидели, когда он начал выигрывать наконец-то турниры первые, там и 250, и 500, и потом пошли. Вот там он уже нервничал не так сильно. Вот. Сейчас понятно, что нужен переход на новый уровень, поэтому и нервозность, мне кажется, объясняется только и исключительно этим. Ну, может быть, на самом деле и так. Если бы пришли именно громкие победы, например, турнир Большого шлема, то все было бы иначе. Хотя все-таки Монте-Карло случилось у Рублева. Достаточно титул крупный. Может быть, в этом году и правда он уже созрел для того, чтобы, ну, хотя бы выйти в финал. Хочется ему только пожелать, чтобы его, наконец, перестали сеять на Джоковича, или уж, на крайний случай, на Медведева. Да, ему очень не везет с сеткой. Конечно, невезение в контексте спорта высших достижений это весьма условное оправдание. Если ты самый сильный, ты должен обыгрывать и Джоковича, и Медведева. Но все-таки немножко везения Рублева, мне кажется, не помешает, потому что порой, ну, с другой стороны, это везение у него тоже случается. Вот помятую о той половине, в которую Рублев попал полтора года назад на Ролан Горос, где он проиграл Марину Чиличу. Ну, сетка была слабейшая, эта половина, в которой в одной половине были Джокович, Надаль, Зверев и Алькарас, а в другой половине не было никого. Каспер Рут из нее вышел сильнейшим из этой половины. Ну, вот тогда еще Рублев был не настолько силен, и как раз тогда такие матчи он до победы не доводил. Но везение все-таки иногда и случалось, просто им тоже нужно пользоваться. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что только лишь за счет везения он может организовать этот прорыв? Ни в коем случае. Я просто могу сказать, что ему бы это везение помогло. Потому что, если мы говорим о том, что постоянно попадать на Джоковича, это не везение, но это действительно не везение. Вот весь сезон Рублева практически сеет в четвертушку к Новаку, и ты понимаешь, что у Рублева четвертьфинал против Джоковича. Ну, как... Но Медведев тоже злой гений, понимаешь? Да, Медведев тоже бывает. Поэтому можно говорить... Если мы говорим про Медведева в Джоковичем месте, ну, крайне редко они, скажем, крайне редко попадают в одну половину сетки. Поэтому, множество везений, в одной половине Джоковича, другую Медведеву это, значит, не повезло. Нет, просто надо быть готовым к тому, чтобы все-таки обыгрывать того и другого в формате пять сетов на крупных турнирах. Быть готовым, потому что победа... По-моему, Медведева он обыгрывал уже, да, вот недавно. Да, и тем более, если учитывать, что и Джокович он обыгрывал, ну, тоже относительно недавно, там, Белград, это был прошлый год, финал, когда в 6-0 был в решающем сете. Но то победы были все-таки на менее статусных турнирах. А вот если все-таки придет возможность обыграть уже в самом сложном формате, мне кажется, одна такая победа раскрепости Траблева до невозможности, тогда уже там никаких границ не будет. Потому что самое главное, как это показывает еще и вся его карьера, эта психология. Если взять в Эмблдон матч Рублев-Джокович, то Рублев очень здорово смотрелся, очень достойно. Да, он все-таки был немножко слабее, но вот в этот раз казалось, что он уже близок к тому, чтобы нащупать, как играть против Новака на турнирах Большого шлема. Моментами Новаку было очень тяжело. Да, это, может быть, какие-то неброские такие эпизоды, как брейкпоинт Джоковича для того, чтобы повести с двойным брейком в одном из сетов. Там фантастический мяч Рублев выиграл. Но, тем не менее, это мяч, который оба провели на максимуме возможностей и на максимальном, с максимальной мотивацией, и этот мяч выиграл Рублев. И Джокович это тоже чувствовал, видел и, конечно, аплодировал этому, потому что, ну, он сам знает, когда он играет на максимуме и когда его в этот момент переигрывают. Ну, вот осталось, конечно, таких эпизодов, чтобы было у Рублева больше. Может быть, действительно, в этом году он к этому подойдет. Ну, это да, тут наши ожидания такие совместные. Мы не сговаривали здесь с Вадимом, эти ожидания испытываем. Как, собственно, от Карена Хачанова, вот как и Андрей, он играл много в последних турнирах. Этого года все-таки была травма, ему тоже нужно было вернуться потихонечку в форму. Он, может быть, не форсировал это возвращение быстро, но понятно, что очень ответственный период, пропустив, по сути, да, не пройдя далеко на ЮСОП, хотя он пытался восстановиться к этому турниру и подойти в Сиаро уже. Все равно, вот именно к Австралии нужно быть готовым к очень многим вещам, потому что Австралия, там тоже был полуфинал. И нужно будет защищать огромное количество очков к Карену, что в силу того, что он действительно матч в самом высоком уровне проводил очень редко в этом отрезке сезона. Ему, конечно же, вот как раз готовность, умение прибиться к этим кортам, физическая, конечно, база ему сейчас очень нужна. Поэтому я так допускаю, что Карен сейчас неистово просто готовится к Австралии. Это важнейший для него этап. По поводу Рублева и Хачанова, кстати, они же получили приз, ну, можно сказать, зрительских симпатий на традиционной церемонии, наград, которая состоялась несколько дней назад, ATP, Awards. И вот как раз в этом голосовании принимали участие болельщики, и как бы они завоевали приз как самая такая симпатичная пара Рублев и Хачанов. Парой годы была названа другая пара, то есть, ну, там, опять же, по-другому немножко эта номинация призывней давались. Там Додик и Краечек по победу одержали, а вот, по мнению болельщиков, самая такая интересная пара это как раз Рублев и Хачанов. То есть, возможно, вот эта дружба многолетняя, которая их связывает, вот эта химия, атмосфера, которая у них в команде царит, вот она видна и болельщикам. Ну, кстати, удивительно, да, потому что сколько пар замечательных и узкопрофильных, которые играют каждый турнир вместе и периодически лишь объединяющих свои усилия. Но вот именно Карена и Андрея, если настолько запомнили, действительно, значит, эмоции, значит, какой-то кураж, неравнодушие. Ну, в принципе, то, что всегда было в игре Андрея, да и у Карена тоже. Это тоже бросается в глаза. Здорово. Какие еще игроки получили свои награды? Игроком года, ну, понятно, что стал Новак Джокович. Было бы удивительно, если бы эту награду отдали кому-то бы еще. Все-таки три победы на турнирах Большого Шлема и один финал. Второй раз такое случается в карьере Джоковича. Это очень круто. И здесь как бы все понятно и без вопросов. Ну, я бы сказал, что там были конкуренты вроде Синера, который очень здорово поднял свой уровень. Ему другую, да. Ну, ему, во-первых, дали другую. Во-вторых, в другой номинации по сути оценили все те труды, которые были потрачены в этом сезоне всей командой. Потому что, опять-таки, это еще и заслуга тренера или тренеров, которые с Синером работали. И вот как раз, насколько я помню, Даррен Кэхи, вообще тренерская команда, получили это признание в номинации лучший тренер года. Да, тренер Ванец. Это, к слову, вызвало такую реакцию иронично со стороны Новака, потому что он как бы обратился вслух публично к Гордону Ванешевичу, своему тренеру, сказав так, что, дескать, ну, если вот за три победы на Гранд Слэмах не дают лучшего тренера, то я не знаю вообще, что нужно. Наверное, в следующий год, когда там четыре Гранд Слэма плюс Олимпиада, только тогда, наверное, мол, тебе дадут. Вот. Но, как мне кажется, вот в команде, вот именно по-тренерски, да, в команде Джоковича, конечно, надо притереться новому человеку, но вот если мы говорим про Иванешевича, во-первых, он давно, во-вторых, это такое братство, мне кажется, еще и кровное, потому что, опять, мы же говорим, что Джокович это человек, который объединил в себе очень многое, да, для Югославии. Он все-таки где-то на четверть черногорец, по-моему, да, боснеец, если не ошибаюсь, то есть боснийская кровь там есть, не говоря уж о сербской. На половину хорвата. Хорвата, да. Поэтому, опять, найти общий язык с Гороном, и вот потом, что должен делать тренер? Наверное, в первую очередь, не испортить, не навредить в данном случае, потому что, ну, человек, который умеет все, это новок, тем более, как он меняет на корте решения, какие тактики выбирает и применяет, как их реализует, это все-таки в большей степени новок. А вот построить Синера, человека, которого нужно вывести на определенный уровень, на совершенно более высокий, именно в том возрасте, которого он сейчас достиг, и сделать это, вот это как раз вот, безусловно, работа невероятная. Поэтому я вот как раз это решение ATP воспринимаю очень позитивно. И мне кажется, это правильный, очень верный выбор. Иванешевич еще своего тренера года получит, может быть, в следующем году. Мне тоже кажется, что работа, совместная Кейхила Иваньоцы, именно тренерская, она гораздо лучше прослеживается в прогрессе Синера. Все-таки Джокович был максимально крутым и до Иванишевича. И вообще, мне кажется, что вряд ли там какие-то именно тренерские заслуги касаемо Джоковича имели большое значение на эти три победы. Джоковичу нужен мотиватор. Человек, с которым он может какие-то моменты обсудить. Все-таки Кейхил и Иваньоцы, они именно стали причиной этого прогресса Синера. Все-таки мы видим определенные технические элементы, которые добавились в игру Яника. Укороченный удар. Мы видим психологические моменты, в которых стал Синер сильнее. Он действительно стал обыгрывать и Новака, и Алькараса, и Медведева. Да, он начал обыгрывать всех из текущей большой тройки, большой четверки, которые там кроме него игроки. И самое главное, знаешь, у него вот в карьере получается пока все вовремя, я не случайно об этом упомянул, то есть вышел вашего взрослого тенниса вовремя, здесь Пяти нужно подарить, потому что фундамент конечно колоссально поставил. Ваньется на определенном этапе, потом вот тоже обратились к Кейхилу, значит чувствовали, что чего-то не хватает вот в середине сезона, в разгар сезона. И Кейхил это делает. Ну то есть вот когда мы говорим про Иванишевича, про Бекера, про Лендла, да, это большие теннисисты, которые приглашают тренера, люди, которые хотят сделать решающий шаг вперед, да, приглашают свою команду. Ну опять, много сейчас споров вокруг Бекера, но в любом случае я бы не стал говорить, что это вот тренеры выдающиеся, потому что в данном случае они делают то, что от них ждут. Они, может быть, своими советами, какой-то практикой, тренировками, ну помогают улучшить определенные детали. А вот тренер, действительно тренер, условно, Норман тренер, большой тренер, Кейхил тренер, большой тренер, доказывает, что это не раз. И так далее. Вот люди, которые делают что-то невозможное, кажется, поднимают действительно человека на новый уровень, до которого он сам в одиночку залететь, добраться не мог. Вот в этом действительно большая разница. Я думаю, что вот как раз именно по этому работу, как в свое время Нормана, который сделал из Лавренки выдающегося, на мой взгляд, игрока, как и Кейхил. Пока мы не говорим про Синнера в таких превосходных степенях, но опять-таки прогресс очевиден. Вот это вот, об этом нужно говорить. Камбэк года получил Ян Ленард Штруф. Я согласен. Да, я тоже согласен. Рывок из середины второй сотни в топ-30 рейтинга, это было круто, но, конечно, подтвердить в этом году все это будет сложно. Но при этом он стал играть лучше даже на грунте, хотя не сказать, что даже после своего вынужденного, перед своим вынужденным уходом он на грунте не мог ничего добиться, но опять-таки вот к слову о Санпросе, да, и о Штрофе. Главное качество Штрофа это подача. Но мы видим, что, например, на турнире в Мадриде, где он дошел до финала на Мастерсе, там был еще и отличный прием, то есть он знал, как разбираться. И мы просто видим обновленную версию Штрофа. Плюс ко всему создалось ощущение, когда он играл до этого, до своего вынужденного ухода, что он не ценил время, а сейчас он его ценит, потому что вот опять-таки этот год, потому что он не играл его полностью, по сути, он там только весной приступил к активному выступлению, можно на более высоком уровне, причем играя поначалу по защищенному рейтингу, тут он уже основательно очень подходит фактически каждому турниру. То есть я, например, очень обрадовался, когда увидел такого Штрофа, потому что раньше казалось, что он такой иногда баловин судьбы, как пойдет, вот если получится, значит, у него будут отличные матчи и турниры, а здесь вот такое трепетное отношение буквально к каждому шансу, который дарует судьба. То есть, как мне кажется, в определенном смысле свои взгляды на выступление он пересмотрел. У Штрофа хорошая грунтовая база, еще когда он был игроком уровня челленджеров, и это было немножко удивительно, что такой рослый парень с хорошей подачей выбирал именно грунтовые челленджеры, причем зачастую не у себя в Германии, а в каких-то других странах. Меня еще тогда это заинтересовало. Ну и вот опять же, прошли годы, и все это превратилось в самый крупный для Яна Лендерда результат именно на грунте. Вот как-то так это работает. Когда ты не знаешь никогда, когда именно проявится вся твоя работа и вся твоя проделанная база вот на каком-то покрытии, как в случае с грунтом и Штруфом. Ну и плюс ко всему опыт. Если раньше он играл с позиции, не знаю, тех качеств, и того таланта, которые был, то сейчас опять-таки со стороны опыта в большей степени идут эти посылы. Новичка года получил Артюр Фис. Ну, здесь, наверное, ничего удивительного нет. Из молодых игроков самых крупных результатов добившийся именно француз. Победа на турнире ATP, финал на турнире ATP, победа была в Лионе, финал был также во Франции, но у других игроков, конечно, молодых таких результатов кукуфиса нет, ну и все-таки попадание в топ-40 рейтинга в столь юном возрасте, ну, это было оценено. Ну, то есть не было принято внимания результата итогового, которым победил Меджедович. Не стали делать вывод по одному только этому турниру, все-таки Фиста на нем тоже сыграла очень хорошо на этом турнире. Да, ну, я согласен с тем, что, пожалуй, вот сейчас в этом сезоне не было человека, который бы настолько явно превосходил бы всех остальных, как это вот временами было, там, в случае с Илькарасом, иногда Корда, то есть последние годы, там, в какой-то момент Зверев, это еще до появления, итоговых молодежных турниров было. Ну, в любом случае, вот такого человека в этом сезоне не обнаружилось, а Физ, учитывая то, что он действительно играл лучше во второй половине сезона, летом, вспомните, какие были там грунтовые, например, выступления, отличные матчи. Ну, в любом случае, Артур очень интересный игрок, просто в следующем году посмотрим, насколько вот у него быстро будет это восхождение, но, по крайней мере, глаз цеплялся, пожалуй, именно за его игру. приз за спортивное поведение, за самое корректное поведение получил Карлос Алькарас, ну, и действительно, на корте он всегда уважителен, всегда ведет себя максимально спортивно и так эмпатично к своим соперникам, ну, и поэтому, видимо, эту награду ему и дали. Ну, с другой стороны, по-моему, и Джокович ее получал, естественно, получал ее и Федерер, поэтому, мне кажется, в данном случае, все равно, вот, если есть какая-то ролевая модель для человека, который мог бы этот приз выиграть, то это приблизительно вот то же, что мы видим и в случае с Алькарасом. Топовый игрок, который соблюдает эти первую очередь виды спорта, который на корте не позволяет себе лишнего, опять-таки, который джентльмином является по сути, и мы видим, что, опять-таки, Алькарас, пожалуй, действительно этому соответствует, но я бы все-таки еще повременил с выводами, потому что, допустим, у него не было, мне кажется, в этом году настолько вот эмоциональных матчей с ребятами, которые могли бы вывести себя, ну, с провокаторами, по сути, с Руны, например, не было такого матча, да, когда бы, опять мы бы увидели, как Алькарас выходит из себя, но и с Кириусом, разумеется, тоже, когда он вернется, конечно, там будут новые разборки, если вернется, да. Потому что как-то не очень похоже на то, что Ник хочет возвращаться, он все больше куда-то уходит в околотеннисное направление, комментаторская деятельность, аналитическая, какие-то интернет-разборки с Борисом Бекером, наверное, многие про них слышали. Это тоже отдельный вид искусства. Да. Нет, я думаю, что он вернется, просто он же не получается. Когда повзрослеет. Когда перестанет быть подростком. А повзрослеет ли он? Потому что, ну, когда начинается рассуждение о главном, кто больше дал теннису, кто больше привнес теннис, да. Я не помню, кто там стал инициатором. По-моему, Бейкер сначала сказал Кирису, что, значит, он зарабатывает, потому так много, даже не играя год в теннис. Потому что, вот, были такие люди, как я, которые сделали теннис настолько популярным. Но, с другой стороны, тогда не было соцсетей, а именно Кирис, на самом деле, вот последние годы действительно многое сделал для того, чтобы именно теннисисты и его там яркая личность дискутировали, да, все на их счет обсуждали. И это действительно придает некоторой популярности дополнительно теннису. Но, не знаю, не знаю. Вот тебе не хватало в этом сезоне Кирис? Нет, я могу сказать, что он играет, что он не играет. Все-таки... Ты просто не любишь скандалы, интриги, расследования. Да, для меня теннис все-таки это вид спорта действительно такой джентльменский, корректный. И для меня образец в теннисе все-таки это Роджер Федерер. Ну вот, а новая база поклонников тенниса, она как раз вместе с Кирисом-то пришла. Ну, мы олды другие. Хлебозрелищ подавай. Ну да, да, наверное так. Но да, опять-таки, те, кто был с теннисом, всегда, они понимают, что вот есть вечная, да, Ну вот ушли, смотри, я тебе такой вопрос задам. Вот ушли из тенниса Роджер и ушел из тенниса Кириус. Вот кого тебе больше не хватает? И есть ли из этих двоих вообще кто-то, кого тебе не хватает? Может быть, тебе и уход Федера ушел? Старик, ну разве, не знаю, мне кажется, не нужно даже отвечать на этот вопрос. Ну, что сделал Федерер, что Кириус? Разные абсолютно люди. Вот. И вот если бы спросили об этом Федерере, по крайней мере, если бы этот вопрос, попытка ответить на него досталась бы ему, мне кажется, он просто бы улыбнулся бы и все. Ну, потому что, ну, это тот вопрос, который ответ уже, мне кажется, заготовлен давным-давно у всех. Все знают его прекрасно. Ну вот. Но Кириус очень интересен все равно. Теннису, как в любом виду спорта, мы видим сейчас, по крайней мере, есть попытки поиска аудитории новой, заявление в дополнительной популярности. Кириус это дал. Это не стоит отрицать. Я скажу так, мне нравится Ник Кириус, когда он хорошо играет в теннис. Все-таки я оцениваю всегда первостепенно игрока, именно потому, что он делает на корте. Ник Кириус умеет играть в теннис очень хорошо, и есть матчи, конечно, которые, ну, реально в памяти у Кириуса. Ну, например, победа над Рафаэлем Надалем на Уимблдоне. Он бывает в форме... Победа над Надалем, по-моему, в Акапулько еще была тоже. Была, да. Это было еще, да. И тоже он там очень хорошо играл. Ник Кириус находится в оптимальной форме крайне редко, но когда он действительно в хорошей форме, он очень круто играет, и вот тогда на его игру одновременно и мощную, и изящную смотреть, и изобретательную смотреть очень интересно. И даже когда смотришь, ну, не очень верится в то, что вот этот теннисист не любит теннис, потому что он играет настолько вдохновенно, что, ну, кажется, что этот человек очень любит теннис. Человек, который не любит свое дело, он не может так импровизировать на корте. Что касается... Ты знаешь, просто в качестве прогноза, вот он вернется в следующем году, он может сыграть как угодно. Что-то выиграет, что-то нет, как обычно. Но именно ему дадут, независимо от результатов, возвращения года в следующем году. Ну, потому что к другому... Он ярок, он действительно ярок. Он может делать шоу из ничего. Хорошо. Посмотрим, может быть, действительно, твой прогноз избудется. Ну, а заканчивая свою мысль, я скажу к тому, что, что касается, опять же, околотеннисной деятельности Кириоса, его разборки в соцсетях, его перепалки, его конфликты прямо на корте, как те эпизоды со Стэном Вавринкой, в которых косвенно была Дона Векич замешана. Для меня это вообще неинтересно, и скорее это, на мой взгляд, негативный какой-то отпечаток в целом на вид спорта откладывает, превращая его в какую-то немножко мыльную оперу. Ну, может быть, но, понимаешь, может быть, я так думаю тоже, но мы же с тобой не лакмусовые бумажки, не с последней станции. Безусловно, я просто именно высказываю и аргументирую, почему так. Но то, что, конечно, кому-то, например, в теннисе не хватает каких-то моментов, связанных с популяризацией, ну, такое может быть. Вот, например, ММА, если взять, ну, там вообще все строится на том, что два бойца должны обязательно поругаться, наговорить друг другу гадости перед боем, потому что таким образом идет подогрев. То есть два просто спортсмена, которые, да-да, я тебя уважаю, как в теннисе, давай побьем друг друга, но это не очень смотрится. А когда вы уже разогрели публику тем, что мы сейчас, мы вот ненавидим друг друга, мы сейчас там еще и я его побью, нет, я его побью. Естественно, таким образом интерес подогревается. Но все-таки теннис, мне кажется, он всегда был больше видом спорта аристократическим, джентльменским, и видом спорта воспитанных людей. Это да. И то поведение, которое пытается привнести Кириус, ну, может быть, каких-то людей он и приводит в теннис вместе за собой. Но вот мне интересно, те люди, которые пришли ради Кириуса сейчас, когда нет Кириуса и практически нет игроков, которых можно было бы даже близко сравнить, они остались в теннисе? Или им просто нужны скандалы, им нужны вот эти разборки и вот это эксцентричное, вызывающее поведение Кириуса? Ну, понимаешь, это даже другой взгляд. Такой взгляд, какой был у Макенрой, и который остается. Потому что, опять, даже вот сейчас наблюдают за трансляцией турнира Большого Шлема. Мы все с уважением относимся к Матс Филандеру. Мы оценим профессионализм там Барбара Шетт. Ну, мы прекрасно понимаем, что как-то появится в кадре Джона Макенрова, который даже не то, что оригинальным взглядом на вещи, а просто, ну, у него речь такая. Он начинает говорить, и мы понимаем, что это вот какой-то человек, равных которому нет, аналогов которому нет. Вот. Это просто другой взгляд на вещи. Имеет в этом право? Конечно. И вот Кириус в данном случае просто дает понять, что даже вот это новое поколение, он в своем поколении вот такой Макенровой. И, безусловно, если мы будем как-то однотипно относиться к теннису, отдавать отчет о том, что это традиция, в первую очередь, все равно есть и другое мнение. Вот он это другое мнение делает, придерживается. Может быть, и третий, четвертый, но пока просто бы не открыли, да, в теннисном мире таких людей. Но в любом случае это альтернатива. И у этой альтернативы много поклонников. Ну что ж, давай закончим с номинациями. Да. Все, что у нас осталось, это турниры. Мастерс года премио получил турнир в Индиан Уэллс. Пятисотник года — это Лондон. Двухсотпятидесятник года — это турнир в шведский в Бостоде. Лондон в пятьсотке Квинс Клаб. Да, Квинс Клаб, который. И Челленджер года — это турнир в мексиканском Лионе. Ну, наверное, тоже все очень закономеренно, потому что про Индиан Уэллс его часто выделяют игроки. Я помню, Стефан Ассоципас об этом говорил, и Дарья Касаткина. То есть, ну, все-таки вот эти разговоры о том, что этот турнир мог бы быть и пятым шлемом тоже, наверное, они имеют под собой основания. И главное то, что игрокам там комфортно. Условия, сервис, все это создано в Индиан Уэллс на высочайшем уровне. Лондон — это классика, Квинс Клаб — это классика, все это любят. И, кстати, по-моему, Кирис тоже пару лет назад выступал там и тоже старался соответствовать. По крайней мере, скандалов тогда перед Дэмбоу Дону на Квинс Клаб практически не было. Вот, поэтому, ну, я ничего не могу сказать по поводу челленджера в Лионе, в Мексике, но я за всем... Я его смотрел. Я за всем мексиканское, поэтому, вот, если честно, в этом контексте меня несколько расстроил подготовку Мексики к итоговому женскому, когда корта фактически стелят только там за день, за два до игры, до начала тренировок официально, но это ненормально. То есть, я понимаю, что, конечно, что Канкун только в течение обстоятельств в середине этого года стал хозяином, турнира итогового. Ну, извините, ну, вы же знали об этом заранее, за несколько месяцев до этого, но как, неужели нельзя было подготовиться? Но в Мексике, как и в Италии, не знаю, был это в Мексике? Нет. В Италии был? Тоже не был. Ну, еще предстоит, в любом случае, там все делают в последний момент. Итальянцы, вот, для них обычное дело договориться с человеком потом опоздать минут на 45. Это я наслышан, да. Но, опять-таки, то есть маньяна-маньяна постоянно там звучит. Ничего удивительного. Но, конечно, хотелось бы, чтобы, если уж, там, WTI, как эти пиццы Капулько, заигрывает с Мексикой, чтобы все-таки с той стороны была какая-то ответная реакция. В теннисе, вот это тоже одна из традиций, в теннисе любят четкость. Если ее нет, ну, просто люди сделают свои выводы, и лишний раз турниры какие-то крупные, тем более, в Мексику уже не привезут. А жаль, страна хорошая. Ну, что касается того же тенниса, например, турнир в Акапулько, который проводится в ATP, очень хороший турнир. И в плане атмосферы, и в плане организации. И я помню женский турнир в Монтерре тот же. В плане, ну, казалось, что все сделано на очень хорошем уровне. Основная претензия к итоговому турниру было то, что погода плохая очень. Очень ветрено. Хотя и чисто организационные моменты там тоже имели место быть и очень серьезные, но такое ощущение, что разные турниры в Мексике настолько две разные категории группы людей проводят. То есть те, кто все-таки проводят турнир в Акапулько, и в том же Монтерре, женский турнир, их проводят годами. Турнир занимает свое место в календаре, и опять же, по опыту уже люди знают, как проводить, чтобы было все лучше, лучше и лучше. А здесь, когда действительно место было выбрано внезапно, ничего не готово еще, ну, тут, наверное, это все-таки коллективная ошибка. Опять же, выбрать это место, зная, какая погода в Мексике в это время года, ну, в итоге получилось то, что получилось. Ну, вообще странно, что такой крупный турнир еще за три недели до его начала неизвестно, где он пройдет. Как-то это не очень понятно. В мужском теннисе настолько бьются за это право, что на годы вперед готовы выкупать право проведения итогового турнира, понимая, какой это статус, какие это деньги, ну, вот взять итоговый турнир этого года, ну, это было что-то нереальное по качеству и самого турнира, и по качеству игры. Это был турнир высочайшего уровня, который так с натяжкой прям действительно можно поставить в один ряд со шлемами. Все-таки шлемы это другая история, другая вселенная, но, тем не менее, в этот раз это было что-то нереальное. Ничего, сейчас соровицы возьмутся за дело, будет всем порядок, будут итоговые там на десятилетие вперед расписаны где-нибудь в джедде, да, и тем не менее, будет по-другому все. Ну что, друзья, на этом наш сегодняшний подкаст подходит к концу, а по поводу одного из наших ближайших подкастов у нас есть для вас маленькое объявление. В гости к нам придет Борис Львович Сопкин, и мы бы хотели предложить и вам поучаствовать в этом подкасте. Под специальным постом в нашем телеграм-сообществе ОКО Теннис или в нашей группе ВКонтакте задавайте свои вопросы Борису Львовичу, и мы постараемся на них ответить в рамках нашего подкаста. Ну, а сегодня вместе с вами были Николай Саприн и Вадим Кольцов. Всем спасибо за внимание. Услышимся в будущем году. Спасибо за внимание, друзья, и счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok